и всем привет дорогие друзья с вами колен тепловозыч и сегодня у нас на моем канале новая игра train sim world железнодорожный симулятор от разработчика dovetail games вот трейн симулятор 2014 16 теперь уже 17 это вот все тоже от dovetail а то есть я уже в игры этих разработчиков играл вот но трейн символ у них на порядок но на порядок другая игра вот сегодня на самом деле 14 сентября 1915 я думал что начну свое видео с обзора нового dlc которые вот прямо сейчас должно выйти прямо сегодня на момент съемок вот с британскими поездами вот но к сожалению я всем заходил четыре раза за день ничего не нашел так что давайте 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 вот я не знаю почему но вот первая миссия почему-то не работает поэтому пришлось начинать со второй вот но в общем-то миссия такая довольно интересная можно сказать для начинающих вот мы сравнительно коротко потому что поездки у нас по 120 в основном минут есть по 180 просто здесь здесь ничего не надо делать просто страдаете фигней то есть как песочница вот здесь до работ когда должна быть вы можете использовать все необходимые локомотивы но тем не менее здесь все равно есть задание так что вот начнем мы пожалуй вот с этого вот с этого вот задания вот а дальше уже все остальное вот тут по списку пойдем обучение ребята я прошел на самом деле там ничего полезного я ждал что меня научат холодному запуску тепловозов но этого там не было просто обучили таким вот азам то есть как снять с тормоза реверс там гудок подать то есть пол ничего вот вообще никакого ничего полезного это все элементарные вещи люди которые обычно играют gd-симуляторы они как правило уже и так это все знают вот так что обучение достаточно бессмысленное поэтому проходить мы его тоже не будем вот зато сегодня зато сегодня я сам холодный запуск проведу он в этой с в этом задании есть так что все равно кое-что интересное будет но это под конец видео сначала у нас все попроще у нас нас есть три локомотива с которыми нам нужно выполнить работу мы ребят я пойду к тому который поближе вот к этой вот крутой сплоточки из моих любимых sd-42 вот я тепловоз sd-42 обожаю просто это один из моих самых любимых американских локомотивов вот в общем то с него и начнем вот конечно главное вот что просто вот самое самое самое-самое у этой игры это вот конечно возможность передвигаться пешком если во всех других gd-симуляторах мы всегда сидели только в локомотиве то здесь мы будем пешочком передвигаться это конечно эти локомотивы заправлены подготовлены к работе ночная работа и в принципе их указанном месте так вот сначала тут у нас в принципе все равно все показано чё как делать вот так что да вот нам сразу сказали посмотрим что у нас делалось так я ребят буду как ой я ребят не буду пользоваться вот этим вот авто переводом я буду все делать сам вот да ребят видео вас ждет видео будет довольно долгое этого для любителей норвежского медленного телевидения так что в общем то у вас ютубе будет написано сколько она будет длиться я пока сам не знаю за сколько я все это сделаю вот у нас 3 тепловоза с ними надо провести работу кому интересен только холодный запуск тепловоза то отмотайте там где-нибудь вот третьему локомотиву я не знаю на какое время так что кто не хочет все видео смотрите только запуск там сами включите вот мама поедем так ребят чтобы меня никто не осуждал в америке когда локомотив начинает движение он дает два длинных сигнала чтобы ко мне никаких претензий не было вот она наш сплоточка да да ребят вот одно из моих самых любимых дел это вот разогнаться и выйти на стоечку вот так вот здорово вот ребят в америке как раз есть такие тепловозы на которых совершенно спокойно можно протирать прожектор на ходу у нас это считается приколом а у них все нормально все так да ребят управлять я буду скорее клавиатурой потому что но все-таки ворочать камеру каждый раз в ту сторону мне ребят неудобно так спрыгивать да ребят я сейчас буду по полной нарушать я не знаю считается ли это нарушением у американцев но у нас вообще-то это не принято но у нас так и не сделаешь вот но я ребят как видите вот просто спокойно на ходу с тепловоза спрыгиваю вот стрелки перевожу чем делаю все как в фильме не управляемый вот если кто-то не смотрел не знает что там там просто машинист совершенно спокойно из кабины выходит переводить стрелки вот ну и я так посмотрел я узнал что вообще это достаточно часто у американцев бывает они очень любят это делать вот то есть если локомотив едет там где нибудь 5 миль в час вот и там тяга точно в нулевой позиции то совершенно спокойно ребята не так и делают так что вот мы сейчас стрелочки все перевели сейчас подождем пока он сам к нам подъедет в принципе это даже ребята довольно удобно потому что ты спрыгнул с него все стрелки как надо перевел потом даже к нему обратно не надо идти он к тебе сам подкатится вот как сейчас так что в принципе я американцев понимаю это действительно это просто ребята то удобно и экономно ой так вот главное не упустить его как фильме неуправляемый получилось там правда еще короче ребят фильм посмотрите интересный фильм вот единственное что да вот по поводу чего я говорил если вот так вот делаете главное чтобы у вас полтергейста не было в поезде как раз как в том фильме так по моему я еще одну стрелочку зуб вот насчет того чтобы переходить вот так вот прям перед тепловозом это я не знаю но вот спрыгивать на ходу из стрелки переводить это реально у них в порядке вещей на низкой скорости убедившись в том что это безопасно делать они совершенно спокойно а еще говорят что мы такие пофигисты что все время черт такого жуткое вытворяем нет ребят и у американцев такое тоже бывает так ну давайте кабин поменять так ну давайте кабин поменять все вырубаем это можно оставлять я оставлял ничего страшного не случалось только вот надо вот тормоза отпустить так 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 сейчас вот так вот это делается так заблокировали тепловозик там дом так так меняем кабину Ладно, попробую все-таки По реалистичности Чтобы вот это все тоже подключаем Дверь, ребята, я оставлю Мы еще будем возвращаться сюда Больше всего я люблю На вот этом моем любимом SD-42 Это вот разогнаться и выйти Раз Ездить с открытыми дверьми Это два Самое мое любимое занятие, ребята Так Здесь у нас уже ведущий Здесь у нас уже грузовой Так Это у нас все уже включено Вот это у нас уже включено Так, куда нам надо вообще? Нам вот эту вот стрелочку надо перевести. Так. Ну и поехали. Все нормально, прекратились. Так. Стрелки мне надо будет где-нибудь переводить. Ужас. А, ну и все, все остальное по маршруту. Сейчас вот тут только одну стрелку мне перевести. Хорошо. Тогда поехали. Ай-ай-ай, криминалы, ребят, на одну милю в час превышаем. Во-го, ребят, вот посмотрите, посмотрите на это, во как. Обожаю вот это, вот обожаю. И там у нас дверь открыта. Вот у нас, кстати, между прочим, у нас вот на МОЖД у нас вот есть тепловоз 107, тоже в жару. Обязательно вот эта дверь посередине, обязательно мы ее откроем. Когда капотом назад едем. Такая вот система вентиляции вместо кондиционера. Просто дверь открыл спереди. Все. И хорошо. Так, что где там стрелка? Так, пора притормаживать. Пошли. Пошли. Я так смотрю, у меня иногда ощущение, что он не докатится до нас. Так. Пошли. Так. Они докатится до нас. а ну да смотрите-ка не особо так докатывается назад и все подпускал интереса чем так затормозился сильно так хорошо какому из составов не надо а вот сейчас стрелочку вот это вот проедем и тормозили так 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 Продолжение следует... 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 Так, ладно, дальше они сами все сделают. Так, с этим локомотивом у нас, ребята, все. Сейчас его поездой принят. Пошли к следующему. Пошли к следующему. Пошли к следующему. После прибытия в Кимберленд этот состав можно переместить в депо для заправки и обслуживания. Перед этим убедитесь, что локомотив оцеплен от состава. Фармин fatto. То есть мне надо было в кабину прийти только чтобы включить фару а потом не придет теперь вернуться надо и отцепить его гениально просто гениально конечно по поводу сцепки ребят я ожидал чего-то большего не просто автосцепку сцепить а там тормозной магистраль тоже чтобы шланги вот как-то что-то не оправдались мои ожидания они меня тут уже сбили они говорят всего давай это будок тормоз отпускай газу так быстро 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 пока стрелку не срезали ой ой застрял все стрелки как на зоне по маршруту а ну пускай катится до нас-то там доедет интересно у него скорость вообще давайте на встречу пойдем а то у меня есть подозрение что он даже остановился смотрите-ка катится еще чуть-чуть что я в нем ребята застреваю за у него конечно послабже чем мусор в тюрьме два Так. Так, тут, ребят, с тормозами так красиво не получится, как я делал, потому что тут непонятно, где разобщительный экран, где что. Тут вот как-то все как-то здесь непонятно. Да, вот такие вот пироги. Вот, так что здесь, тут уже наша полная мощь и все. Так. 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 Продолжение следует... 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 Тааак. Да чё я в нём застрял-то? Чё за фигня происходит, ребята? Я с него слезть не могу, я у него застреваю, блин. Всё нормально, ребят, заглушили. Почему-то он просто глушится не оба тепловоза, как должно быть по 7 многих единиц, почему-то глушится у нас только один. Ну да ладно. Да чё такое? А-а-а! Понятно. Так, пересвистись какие-то, пересвистись. Да, ребят, тот самый аварийный отключатель топлива, который в очень неправильном месте расположен. Трансбургы. Трансбургы. Трансбург. Трансбург. Ну и все, и фиг с ним, ребят Мы его на буксире потащим Я его обратно заводить не буду Все равно его вроде как сказано Что заглушить надо было Все, так что Да что за Что я в нем так застреваю-то Так что все, ребят Это не будем заводить Потащим на буксире А стоп, в чем дело А что вернулся в кабину-то Ну усел Ну и что Они походу угорают Ребят, мне вообще-то Чтобы на путь обслуживания его пригнать Не в ту кабину, по идее, надо сесть, нет? Железная логика О, да что ж такое-то Я вообще к нему подходить Боюсь, я в нем застреваю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А вот тут реально окно само закрылось Я точно помню, что я его открывал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Самый как-то у них путь обслуживания Между других путей находится Это, по-моему, не очень логично Субтитры сделал DimaTorzok Блин, они что, угорают? Почему я должен все через ту кабину делать? Где логика? Я его загонять, что ли, как-то по-другому должен был? Почему я делаю это через эту кабину, а не через ту? Ладно, хрен с ним Что-то вот здесь они что-то совсем намудрили на этом тепловозе В этом задании Так, ну все, ладно, с этим мы закончили И теперь, ребята, как и обещал, под конец видео Сейчас вот пойдем к GP38-2 И будем Его запускать С самого-самого, прямо с нуля Побежим Побежай Побежим 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 Интересная конструкция, интересная. Особенно на повороте. Так, добежали. Так, ну давайте сразу поворотный круг на нас повернем. Вот мы и подобрались, ребята, к самому интересному. Хорошо, что мы смогли немного разобраться. Спасибо за помощь, можете отдохнуть, вы заслужили перерыв. Нифига себе, перерыв. Холодный запуск тепловоза, в натуре перерыв. На этом локомотиве заменили несколько тяговых двигателей. Он готов вернуться к работе, поэтому разверните его и прицепите к указанному составу. Так, предохранители открываем. Гениально отключено, только радио. Так. Гениально отключено. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так что... Комментировать я просто уже не видел смысла... Все, сейчас подцепляем его к поездному... К составу... Вот и все... На этом у нас уже... На этом уже наши полномочия... Так... 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 Что-то у меня... Начинает сильно проседать фпс... Меня это немножечко пугает... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, короче, в связи с тем, что просто дико у меня начинает лагать... Я вообще сейчас боюсь, что у меня нафиг игра вылетит и видео слетит... Так что сейчас будем все стрелки дальше переводить по карте... Сейчас будем стрелки по карте переводить, потому что я боюсь, что если мы будем постоянно... Боюсь, что если мы будем постоянно вот так вот слазить и залазить на локомотив, то у меня реально игра вылетит... Так что вот что-то у меня под конец вот... Игра не захотела идеальное видео... Так что придется вот так вот... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все Последнее задание Все, локомотив прицепили Дальше им уже Заниматься будем не мы Ну и собственно на этом Собственно на этом вот Первая Первая миссия Можно сказать, ну короче первое видео Мое заканчивается Все, идем к офису Ну и ребят, так как я боюсь, что у меня игра может вылететь Я видео закончу Я конец миссии Пропущу, чтобы Потому что я боюсь, что вылетит И все, видео у меня слетит Так что Вот на этом вот мы заканчиваем С вами был Колен Тепловозович Всем спасибо за внимание Всем пока Ждите новых видео Продолжение следует...